Снарядный, 12 раунд. Всего было 11 раундов, 12-й. Было 6 раундов на мешке и 6 раундов на макиваре. И это последний, акциональный. Сейчас подожду парк, что-то в эфир прям появится. Он единственный, а с дамой, потому что его брак и творческой натуре необходима муза. Вступил в разговор улыбающийся Илью Мужимов. Я несоизмеримо более ценный кадр для экспедиции. Я оплачу не только свое участие, но и, скажем, экипировку для всех идет. Андрей поморщился. Все ясно. Это заговор. Раз уж этот калмык знает такие подробности. Пирамида и окон на фасаде – это не случайность. Меня просто взяли в оборот. Нет уж, мои дорогие заговорщики. Хреново, а не экспедиция. Смею также заметить, что у нас нет проблем с финансированием. Все средства уже выделены и освоены в полном статистике со сметой. Этим занимается финанский отдел на интерпорации. У Милюва был очень серьезный резон провести тестирование станции «Земля-2». А именно в это и заключалась главная задача экспедиции с минимальной глазкой. Дело в том, что теперь, после авиаторствов, они вдруг могут дать ступорезные гарантии, что искусственные интеллекты «Земля-2» не отведут своих создателей. Журналисты и сайты, государственные чиновники вашего ранга. Все это у нас просто неясно. Утечка информации. А уж если не дает вам случиться что-то серьезное и трагическое, революционный рекомендуем и его корпорации будет нанесен ощупь смута. Черенганов поскучнел. Он еще раз продемонстрировал его вкус со смартфоном. Только на этот раз была нажата кнопка ответа на звонок. «О, да, я, а, Ларисочка, помню». Поганник поднялся, извинился и ушел из гонки. Любезничек с неизвестной Ларисой. А мы и илюми остались вдвоем. Некоторое время не молчали. Гумилев, взяв в руки свежий номер Кверсанта, просматривал ловки газетных статей, а его визави также внимательно изучили. Народная улыбация. Наконец он их изнес. Андрей Николаевич, я прекрасно понимаю, почему вы против участия в экспедиции. Но поверьте, я не мог бы задействовать определенные рычаги с каждым подменизацией инститента и вопрос был ближай. Я выбрал другой путь. Кирсан Николаевич, вы хотите свое и мое время? Поднесите Ангей. А если я положу в негови? Негови? Глава Лёв отложилась в твое с удивлением, посмотрев в темные глаза Илья Мушинова. Кирсан, вы мне никогда не говорили, что вы некоторым образом Ну, ах, ну, я схохотал Сережинов. Уфе, ведь, как говорят, у вас, урус, подлежит кем-то не вода не течет. Так, парик. На что? Крюк согнал с лица улыбку. Я очень внимательно изучал все материалы по вашему искусственному тяже. Мы совершили настоящий прорыв. Придел захромавший поясницы прогресса. Дополните этот импульс. Это впечатляет. Но в то же время мне кажется, что слишком доверяет дети Исину. Это смотря в чем подчеркнул Андрей. Конечно, эмоции, чувства искусственного материала пока недоступны. И по части интуиции он еще проигрывает хобби с абьенс. Там где нужны бежные расчеты. Где все вы можете вычислить, что человек от старости Исина навсегда. Вот именно это я и готов оспорить. Торжествующе заявил Илью Мужинов, сверкая глазами. Понимаю. Ну, билоту усилились весело, словно настроение кирпича передалось ему. Вы же шахматист. Президент Фидея, если не ошибаюсь. Ну, вот тоже я. 12 раундов отбил. Сказать вам, сколько килокаллы я занимаю. Возьмите любой гаджет. Убейте. С моим ростом веса такая тренировка. Смотрите. 12 раундов. Каждый раунд по 3 минуты. Интервал 1 минута. То есть 4 минуты получается. Цикл. 48-48 минут. Почти 50 минут. 50-минутая тренировка по боксу, это около 600-700 килокалорий. До 800 доходит иногда. Видите, насколько просто. И не надо уже 2 часа на беговую я раскрываю. Бокс. Тренировка снарядная. Такая вот интенсивная. Это одна из самых энергозатратных. Все. Салют. Это аудиокнижка у меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова